Открывает выпуск трагическая новость. С крыши девятиэтажного дома упал человек. Трагедия произошла на улице Октябрьской на глазах очевидцев. В обстоятельствах происшествия разбиралась наша съемочная группа. Мы сидели на лавке, четверо вот нас было. Ну все вот такие. И мы уже не смотрим по верхам. Сидели, разговаривали. Мы думали, кто скинул. Ну вон пакеты кидают. И вдруг этот дядька, он к нам приходил, вот я его лично знаю. Он вот телевизоры ремонтировал. Об этом страшном происшествии еще долго будут вспоминать пенсионерки пятого подъезда дома. Сто по улице Октябрьской. Со слов очевидцев, не так просто упасть с крыши их дома. Конструкция не позволяет. Он был в этих вот, в наушниках что ли, наверное, проверял. Мне кажется, наверное, антенны там он смотрел. Ну как он оттуда мог выпасть, чтобы, если только, там вот так вот, ведь у нас крыша-то, и вот такой бордюр. Вот когда мы въехали, я была еще молодая, мы салюты ходили смотреть, туда лазили. Там вот как коробка, вот такая вот, там же бордюр, и все. Как он там, не знаю, свалился, вот так, ничком прямо упал. К месту происшествия выехали скорая помощь, полиция и следственная оперативная группа. Было установлено, что погибшим оказался 58-летний мужчина. Как установлено, это работник, электромонтер ОАО Ростелеком, который выполнял определенные работы. К сожалению, человек скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится следственным отделом по городу МОН проверка. Будут проверяться обстоятельства гибели. Будет дана оценка руководителям, которым обязаны были обеспечивать соблюдение требований техники безопасности при проведении работы. Эту информацию нам подтвердили по телефону в Муромском центре технической эксплуатации телекоммуникаций Владимирского филиала открытого акционерного общества Ростелеком. Сейчас пока ничего такого не комментировано. Как бы ваш работник и какую-то комиссию вы все равно, наверное, будете в свое расследование проводить. Окончательный вывод с учетом всех обстоятельств произошедшего будет сделан после проведения проверки Государственной инспекции труда во Владимирской области.